Привет-привет, мои друзья! Я все-таки вернулась в это кафе, в витрине которого спала девушка, и у меня есть об этом видео. Вернулась я на следующий день, потому что меня разбирало любопытство, что же это за заведение и почему я тогда не зашла. В кафе звучала музыка, она была негромкой, это к тому, что лично мне и другим посетителям она не мешала, но я редактировала ролик и убрала музыку, и записала свой голос, дабы не искушать судьбу, потому что уже получала предупреждение от ютуба из-за музыки в другом видео. Итак, немного об этом месте. Это Call Me Какао, называй меня Какао, очень уютное кафе, небольшое. В выходные тут надо бронировать столик заранее, мне паренечек бармен об этом сказал, поскольку оно достаточно популярно. Интерьер, я бы сказала, это микс южноамериканских мотивов с символикой ацтеков и майя и карпатских орнаментов. Тут есть креативная зона на очень широком подоконнике, который оборудовали как гусульскую лежанку с шерстяным ковром, с подушками. И каждый желающий может забраться на эту кровать с помощью стульчика со ступеньками, надо только обязательно разуться. Вот здесь я тут вам показываю шкафчик с книгами, которые можно взять и почитать, с чашечками. Вот старые фотоаппараты лежат на полочке. И вот тут вот эта зона с этой лежанкой, на которую можно забраться с помощью вот таких вот стульчиков со ступенькой. Вот это мой столик. И тут мне уже паренек бармен принес мой какао. Я взяла какао с авторскими пряностями. Это его такой, скажем так, его такая позиция в меню. Вот. И меню состоит не только из самого напитка какао. Здесь мы можем взять, как видите, вот по меню, которое я показываю, это мой какао. Я уже его надпила, и он очень-очень вкусный. Вот здесь есть сэндвичи, горячие напитки, суп дня, представляют они. Что еще там, я помню, гранола, горячий шоколад. Значит, да. И я тут медленно... Смоколоки. Смоколоки – это сладости. Натуральные лимонады еще вот показываю вам. Шейки с мороженым. Вот. Я тут специально медленно проводила камеры, чтобы вы могли остановить и почитать, какие же виды тех или иных, скажем так, позиций представлены и сколько они стоят. Вот. Да, в меню представлено 15 видов какао с разными вкусами, добавками и пряностями. Но там есть очень даже необычные сочетания пряностей. Вот. И как я говорила, что я взяла какао, которое называется «Авторские пряности». Вот здесь я переворачиваю меню, и вы увидите, что здесь есть гранула, горячий шоколад, натуральные горячие напитки и, собственно, какао. Да. И это, кстати, нерастворимый какао из пакета. Здесь варят настоящий какао на молоке. Вот. И изначально какао варится только не сладкий. Сахара нет. Но предлагается мед для желающих. Вот. Да. Мой какао, который назывался «Авторские пряности», значит, что в него входило? Там были два вида цедры, лимона и апельсина, кардамон, мускатный орех, гвоздика. И я забыла, что еще, но там было еще много-много разных специй и пряностей. Мне паренек рассказывал, но сейчас я, увы, не вспомню. Это было очень вкусно. Да, это было необычно, но это было очень-очень-очень оригинально и очень вкусно. Кстати, вкус и запах какао от этого не уходил и не терялся. То есть я понимала, что я пью какао. Он пахнул какао, но вот эти пряности его, скажем так, обогащали. Вот. И дополняли очень-очень красиво. Здесь паренек мне уступает место, чтобы я показала эту лежанку. Я его не прогоняла, он уже уходил. Вот. Из окон можно созерцать нижний и верхний вал. Вот. А вы знаете, что эти две улицы находятся на одной улице. То есть парные номера этой улицы – это верхний вал, а не парные номера – это нижний вал. И между ними широкая бульварная аллея с деревьями. Да, находится это кафе на улице Нижний вал, 35. И это совершенно не реклама этого чудного места. Пока-пока, мои друзья. Будьте со мной. Подписывайтесь.